200 лет исполнилось со дня знаменитого Бородинского сражения. Вятские уроженцы тоже внесли свой вклад в генеральное сражение Отечественной войны. Например, полковник Александр Иванович Юшков, который в дальнейшем стал генерал-майором и первым русским комендантом Парижа. Какие еще факты в истории Вятского края связаны с войной 1812 года, выяснила Анастасия Каминская. Лейтмотив конференции Вятская губерния в эпоху войны 1812 года и вклад ветчан в победу. В областном архиве представлено достаточно документов за этот период. Вклад довольно широкий. Я бы не сказал, что он слишком большой, но и не маленький. Это и вятское ополчение, и вятский пехотный полк, который дрался с Наполеоном, и батальон Великой Княгини знаменитый, о котором тоже мы вчера, кстати говоря, заслушали очень интересный доклад. Сколько было простых солдат и офицеров вятских уроженцев сказать сложно. Кого-то брали добровольцами, кто-то уходил в ополчение. Был сформирован и целый пехотный полк из жителей Вятской губернии. Правда, в битве на Бородинском поле ему участвовать не пришлось. Для этого полка война началась уже при отступлении французов. Типичная форма русского солдата эпохи войны 1812 года. То есть это мундир, мундир парадный, это вот такая куртка, белые брюки, сапоги, которые, кстати говоря, брюки заправлены именно на сапоги. Шинель в походе носили в виде вот такой скатки. То есть ее скатывали и одевали через левое плечо, перекидывали. За спиной ранец для хранения личного имущества, на ранце фляжка для воды. Она называлась тогда манерка. Ну, а самая яркая часть, самая яркая деталь – это вот такой кивер, головной убор, который был в русской армии только в 19 веке. И кивер украшал вот такой высокий султан. Обязательно был вот такой знак. Перед нами гренадер. То есть, видите, здесь три таких огня, три гренады, их еще так называли. Амуницию представил клуб военно-исторической реконструкции «Вятский пехотный полк». 2 сентября все обмундирование и палатка использовали с кировчанами на Бородинском поле во Всероссийской реконструкции Бородинского сражения. После войны многие солдаты наполеоновской армии были сосланы в «Вятку». В их числе был и Ван Дамм, Доминик, Жозеф Рене – полководец, прославившийся мародерскими выходками своих солдат. Когда Александр упрекнул его в этом, француз гордо ответил, что за ним водится много грехов. Но в грехе отца убийства его никто не упрекнет. Русский царь, который был замешан в заговоре против отца, был уязвлен этим ответом и сослал гордеца на «Вятку». Анастасия Каминская, Руслан Быкасов, Вести, Кировская область.